Сэкономил минуту, потерял жизнь. Вот чем может закончиться спешка на железнодорожном переезде. То, что на красный свет светофора ехать нельзя, ни для кого не новость. Тем не менее, находятся те, кто этой простой истиной пренебрегает. Как обстоят дела с безопасностью на железнодорожных переездах в Чувашии, сегодня рассказали журналистам. Светофоры, знаки, шлагбаумы, камеры наблюдения. Современные железнодорожные переезды оборудованы самыми разными приспособлениями. Однако, судя по всему, любые технические средства оказываются бессильными против русского авось. Если сравнивать Чувашию с другими регионами, то уровень аварийности на переездах, конечно, нельзя назвать катастрофическим. Но тревогу нынешнее положение вещей вызывает, отмечают специалисты. Если рассматривать 2013 год, необходимо отметить, что положение по Чувашской республике изменилось в худшую сторону. За 2013 год было допущено три дорожно-транспортных происшествия на территории республики. Все ДТП, которые были допущены, я их перечислять как бы не буду, они были допущены по вине водителей транспортных средств. В 2013 обошлось без погибших, но такое везение. В подобных авариях скорее исключение. На вопрос, почему вы проигнорировали сигнал светофора, некоторые виновники ДТП отвечают – горел желтый свет. Только вот таких светофоров на железнодорожных путях не бывает. У этих приборов только один сигнал – красный. За два месяца текущего года сотрудникам ГИБДД выявлено 205 нарушений. Мы не ставим целью выявить больше и привлечь. Мы ставим целью профилактировать. Конечно, работники железной дороги совместно с ГИБДД проводят рейды, акции, раздают листовки. Но эффект специалисты отмечают лишь там, где появляется всевидящее око – система видеофиксации. Динамика очень положительная. На некоторых местах, где установлены данные приборы, нарушения практически сведены к минимуму, к нулю. Если нарушений нет, значит ДТП также у нас идет сплошной ноль. Действительно, письмо счастья с фактом нарушения серьезно бьет по карману. Недисциплинированного водителя могут оштрафовать на 5000 рублей или вовсе лишить прав на полгода. Вот и получается, что страх расстаться с некоторой суммой денег у наших водителей куда больше, чем страх расстаться с жизнью. Пусть так. Главное, хоть какие-то меры работают. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.